Мы продолжаем наше утро. Сегодня тема экономии в центре нашего внимания. Она особенно важна, когда речь идет о крупных сделках, например, с недвижимостью. Действительно, в таких случаях любой сэкономленный процент – круглая сумма. Чтобы удачно купить или продать, надо правильно оценить метры. Об этом прямо сейчас. Решили продать квартиру, даже установили цену. А верно ли вы ее определили? Ведь если стоимость жилья завышена, продажа может затянуться. Важно и не прогадать с ценой, дабы не упустить солидную сумму. Средний срок реализации объекта по реальной рыночной стоимости – около месяца 1,5-2, если это объект среднего ценового сегмента. Если это что-то очень дорогое, то этот срок может продлиться до полугода. Ну а продавцы, которые на первичном шаге неправильно оценили свою квартиру, могут зависнуть в продаже до года. Первое, что влияет на стоимость квартиры – место расположения дома. Если он находится рядом с метро, цена заметно вырастет. На окраине города точно такая же квартира будет стоить дешевле. Далее материал стен. Жилье в кирпичном или каркасно-блочном доме гораздо дороже, чем в панельном. Также достаточно важно состояние подъезда, какие у вас соседи, есть ли хорошая детская площадка, достаточно ли садов и школ в этом районе, и как вообще с местами сада и школы. Есть ли парковочные места. Покупатели на все это обращают свое внимание. А также очень важна перспектива развития района. Особенно это касается района новостроек. Несколько фактов. Жилье с аккуратным ремонтом, где можно первое время жить и ничего не делать, в приоритете. Квартиры на первом и последнем этажах продаются хуже, чем такие же варианты на других. И еще. Смежные комнаты в планировке квартиры ценятся меньше изолированных. А вот кладовка или гардеробная – это всегда плюс. Также поднимайте стоимость за лоджию или балкон. У каждого собственника есть несколько вариантов оценки своей недвижимости. Достаточно распространенный вариант – это сделать все самостоятельно. Для этого необходимо изучить специализированные сайты по недвижимости, найти похожие на свою квартиру объекты, сравнить плюсы и минусы по сравнению со своей квартирой и примерно вывести цену. Этот вариант доступный, но не очень эффективный. Погрешность с реальной ценой может достигать нескольких тысяч долларов. Надежнее всего обратиться к риэлтору. Можно обзвонить несколько агентств и услышать примерную стоимость или заказать оценку с выездом специалиста. У некоторых эта услуга бесплатная. И помните о типичной ошибке большинства продавцов. Не переоценивайте свою квартиру. Так вы рискуете потратить уйму времени и сил и отказаться от действительно хороших предложений. Итак, время покупать лучшее. Настало то время решать тем, кто решил купить квартиру в самом центре столицы в жилом комплексе парк Челюскинцев. Продажи о новом доме уже начались. С расположения в центре города и видом на один из самых больших городских парков мира. Каким будет новое жилье в европейском городе по белорусским ценам, узнать можно уже сейчас подробнее в репортаже. У офиса продаж по улице Мстиславца 9 уже к открытию собрались потенциальные покупатели. Начались продажи квартиры в новом доме престижного жилого комплекса парк Челюскинцев. Это, к слову, в самом центре столицы. Кто сразу оценил этот район, тот уже покупает квартиру с видом на парк Челюскинцев. Покупаю однокомнатную квартиру на 11 этаже. В принципе, мне понравилась планировка. Она свободная, окна выходят на парк. Новый дом комплекса парк Челюскинцев, в котором сегодня стартовали продажи, 25-этажка. Первый этаж, гараж, стоянка на 82 автомобилей, входная группа. Шлагбаум, круглосуточная охрана, видеонаблюдение, которое уже работает. Квартиры второго этажа имеют открытые террасы. От дождя их защищают специальные козырьки. Весь дом выполнен с панорамным остеклением. На стилобате строятся детские площадки и зоны отдыха. И вместе с террасами это будет закрытая территория и фишка всего дома. Площадь квартиры 38 квадратов до 78. И все квартиры свободной планировки. Поэтому у каждого есть возможность создать квартиру своей мечты. В холле нового дома дизайнерское лобби с местом для консьержа, просторной зоной ожидания гостей и санитарной комнатой. В доме три лифта фирмы «Отис» и ни одна квартира не примыкает к лифтовым шахтам. Подъезд сквозной, можно выйти на любую сторону дома. Рядом две станции метро, гимназию и школы с безупречной репутацией. Детские сады, поликлиники, магазины, кафе, рестораны и кинотеатры. Для тех, кому важен здоровый образ жизни, многофункциональный спортивный комплекс «Олимпийский». Аквапарк «Фристайл» с бассейными саунами, тренажерными залами и боулингом. До крупнейшего торгово-развлекательного центра страны «Данамол» всего одна остановка общественным транспортом. И до национальной библиотеки. Кто был еще быстрее, уже купили квартиры в доме «Вог», который сдан комплекса парк Челюскинцев и заканчивает ремонт. Здесь свободная планировка. Мы брали квартиру, искали именно с тем, чтобы сделать то, что нам нравится, что нам подходит. Мы, когда выбирали изначально вообще строительство здесь дома, самым главным фактором был центр города и вид на парк Челюскинцев. Плюсы свободной планировки семья Бобровских уже отметила. «Это не сравнимо. Это знаете, как я родилась в Советском Союзе, и сейчас, слава богу, из него вынырнула. Сейчас это другой уровень. Другой уровень жизни, другой уровень нашего понимания жизни». Качеству строительства у будущих новоселов претензий нет. «Абсолютно не было никаких замечаний. Почему? Потому что, ну, все сделано очень хорошо. Хотим уже своей семьей здесь будем отмечать Новый год». Как купить квартиру? Просто. За полную стоимость существенные скидки. Если денег не хватает, набор финансовых инструментов разнообразен. Беспроцентная рассрочка от застройщика на 4 года. Кредитная поддержка на 20 лет. Она покрывает до 90% стоимости квартиры. При первом взносе в 10% в первый год ставка по кредиту составит всего 5,49% или по другой программе 6,99% годовых на первые два года. И это лучшее предложение на рынке. Как проверить? Легко. Решиться и стать собственником квартиры в комплексе «Парк Челюскинцев». Алексей Кряквин, Александр Зонов, ОНТ.